привет девчонкам еще раз хотела снять видео или так сказать продолжение видео про реанимацию орхидей ну в данном случае которые мы вообще немножко об уходе в данном случае это видео про те маленькие орхидейки которые у меня реанимировались в стаканчиках с водой я обещала периодически снимать видео про эти орхидейки они у меня два месяца простояли в воде не два может быть около двух потому что видео снимала я два месяца назад это пандочка джой она утеряла все корни я вставлю фото она стояла на воде я вставлю фото какой кустик был после того и и после воды посадила в мох вот она отсушила как бы уже во мхе один листик там было три корня три корешка на ней было я их посадила то не может быть даже видны здесь но она стала желтеть все равно листик потому что пробиваться начал новый корешок уже в мох и я этот листик удалила чтобы как бы ей не мешать вот она вырастила еще получается два листика вот лезет еще из точки роста то есть ею буду так держать пока вот эти корешки которые внутри три выросли на воде пока возле стенах горшка не появится видимые растущие корешки ну а после этого я ее просто напросто перевалю горшочек без дырочек просто переставлю чтобы было пространство и как бы корешки росли потому что очень хорошо реагируют корни маленьких орхидей воздух на влагу и на воздух возле корней вот так в таком случае они лучше на расчет корневую систему и вот вторая детка это сока даймонд или других поставщиков он еще называется принц леопард голден леопард или сова даймонд у меня тоже стоял в воде это же когда появились корешки я оставлю фото я его также посадила вот стаканчик с мхом не знаю видно тут корешки эти которые вам видно все это наросло в воде и листики она я думаю что она вот этот вот листик отсушит все же она его съест ну а может быть и нет посмотрим на не еще микроскопические конечно это как с пупсиками возиться зато у них уже как бы появился маленький шанс а у меня надежда на то что они выживут вот еще хотела показать она бич которую я также два месяца назад показывала как я переваливаю обычный стаканчик то есть проснувшиеся корешки из маленького стаканчика 17 я пересаживаю но не пересаживала просто переставила вот в стаканчик с пространством вот видите дай что пространство там он очень хорошо откликнулся и вот за два месяца он полностью его по и практически заполнил то есть сейчас орхидеи уже можно сажать в кору но я подожду еще конца сентября потому что здесь еще немножко есть место куда расти корням вообще как бы чтоб не было такой жары и тогда уже буду пересаживать ее вот это за два месяца она так хорошо растила корни и у нее не вот шейка даже уже стала толстая она расширилась то есть это говорит о том что она уже повзрослела и она уже готова на кору берите так что еще хотела показать ну так же у меня вот это тоже готова 17 уже листья большие в нем тоже уже все заполнено корнями плохо видно здесь при таком освещении она будет также пересаживаться в кору вот и вот это как бы карина не знаю бабочка нам будет или нет уже тоже видно что корни заполнили практически все пространство она полито и корни растут толстые когда есть воздух когда есть пространство в горшке то есть ее я тоже буду уже переводить в кору так еще хотела рассказать от роял не пришли такие вот очки фото я вставлю многие их очень ждали эта бабочка и многие из за того что они очень плохо дошли и скинули практически все листья были усушены многие побоялись их забирать эти растения вот но я хочу сказать что растение очень неприхотливые очень хорошо они откликнулись вот уже так начали они заполнять пространство корнями у меня вырос листик потому что пришли они с одним листиком практически там вот видно наверное что отжелтелись опали вот эти листики при пересылке из азии ну же вот вырос этот не до конца еще вырос мы уже крупнее идет листочек и то же самое здесь мне кстати роял положил положил два цветочка вместо одного одинаковых и вот тоже уже какие корни у нее я думаю месяца за два уже будет горшок полон полностью корней тоже вот такой большущий листик вырос корешки все стремятся внутрь новенькие то есть я также оставляю пространство вот там если внимательно посмотреть можно увидеть что не плотно то есть я просто комочек этот разрезала стаканчик и переставила и вот это пространство дает как бы воздух корням и плюс мог держит влагу я не засушиваю я не заливаю но и не засушиваю своевременный полив и очень понравилось мне также с 25 так поступать раньше я сажала когда например 25 было много растущих корней раскупленных я сажала сразу в кору сейчас я переставляю также в более широкие вот видите пространство до между комом и горшком вот главное чтоб орхидея не считалось я могу вот в это пространство поставить кусочек пенопласта то есть орхидея должна стоять устойчиво и также вот нашу без дырок я ставлю чтобы мне как можно больше большее количество корней вырастить и в таком случае вот корни как бы очень хорошо на это откликается на влагу и воздух то есть на доступ к влаге воздух и устойчивое положение сразу начинает обрастать корнями вот и когда этот горшочек полностью заполнится естественно его переведу на кору потому что кора как бы мне больше нравится как-то мне больше нравится скоро не обращайте внимание на свет это желтая лампа подсветки горит сейчас уже ночью поэтому вот то есть такие вот есть тоже 25 я вот переставила горшочек он уже сразу проник сюда горшочек дырками и я его как бы держу в кашпо и поливаю его на донышко в кашпо я уже знаю просто сколько нужно поливать и сразу же он откликнулся он корешки стали оплетать все то есть я теперь даже 25 провожу через через как это правильно сказать через такой метод здесь тоже самое переставила просто переставила и там очень много пространства воздуха между комом и самим горшком и вот буду смотреть как только появится очень много корней которые мне необходимы например такое количество я тогда уже буду переводить на кору спасибо всем кто посмотрел